Поддерживай, поддерживай, молодец. Ну ты откуда ты, Гребляк? Не откуда, я дома сижу. А, понятно. Но всё равно откуда ты звонишь? А откуда звоню? Это город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. А, хорошо. Ну я проезжал мимо твоего Алтайского края. Я там, с Кустоярского края. Это соседи наши. Ну вот, а что я говорю, что соседи? У нас один временной пояс. Да, поэтому мы проснулись раньше всех. А те ещё спят, они будут потом вечером, после обеда. Только не ругаться, чтобы ни одного слова плохого не было. Нет, ты слышал, чтобы я ругался? Никогда. Я сам от тебя не слышал никакого слова не слышал. Никогда. А вы в самом Красноярске живёте? Нет, в Каннске. Каннске я знаю. Там у меня знакомый был, слепой дядя Гоша, лютых фамилия. А я не знаю слепого, может не видел. Ну, это вообще герой веры. Уникальный? О чём? Уникальный. В шесть лет он нёс отцу обед, а когда обратно шёл, а мостик, вода разлилась, его смыло водой. Ну, его вытащили, а он ослеп, полностью глаз не было. И он столько знал, это даже вообразить нельзя. Я вот сказал, допустим, редкий поэт Натсон, Семён Яковлевич, он тоже читает поэмы, а поэма там на четыре страницы. Христианка, Иуда. Он услышал одна же плёнку, запись тогда была, катушка. И ему говорят, вот, он говорит, а кто это беседует? Он говорит, вот это Дмитрий Дудко, священник. А это, ну, это, говорит, из Барнаула один человек, Игнатий Лапкин. Он говорит, так он прав, а тот не прав. И сразу попросил привезти сюда. И его привезли ко мне сюда побеседовать. Представь себе, какой он любознательный был. Так он печи делал, слепой, печи делал. Он считал по Брайлю, всё. Потом ещё один раз привезли, а потом он уже один приезжал, слепой, совершенно. У него только там ямочки на глазах. Ну, а потом я к нему поехал домой. Лютых Георгий Иннокентьевич. Вот, допустим, «Житие святых» — это 1173 биографии. Я их знаю, но я какого числа, не знаю, а он знал, какого числа память его отмечается. Знания его, кажется, границ не было. Я говорю, а как так? Он говорит, где бы ни были у нас здесь какие-то беседы, я, говорит, везде старался быть. И всё время учился. Он на клиросе служил. Он всю службу богослужения знал. Верующий. Да, есть такие люди. Да и уникальные люди. Очень даже. Ну, а что? Ну, что сделать? Ну, слепой, значит, слепой. Уже всё, уже. Ничего страшного. Мы говорим, у нас есть большой Ютуб, можете зайти. Называется «Во свете Библии» канал. Во свете Библии. Вот зарядите, подпишитесь. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Во свете Библии. Очень большой. У нас 15 тысяч 550 роликов. Ого, 15 тысяч. Да. На Ютубе? На Ютубе. Самое большое на весь Ютуб мировой. И у нас посещаемость не так большая, но просмотров 36 миллионов. О, ничего себе. 36 миллионов. Да, вы найдёте там всё у нас. Наши поездки по миссионерской. У меня 38 томов вышло, книг. Они в разном варианте. И мы подарили их в 650 городов России и Европы. На 35 миллионов подарок сделали. Прошли до Лиссабона, с Барнаула до Владивостока. До Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию прошли. Ого, ничего себе уникального количества. И мы там везде говорили, и всё заснято. Всё. Как выступали на стадионах, в домах культуры, в библиотеках, на площадях, в храмах. Мы за три года прошли 120 тысяч километров. Три раза по экватору обошли. А книги посланы отдельно, полный комплект. Это в Испанию, в Америку, в Нидерланды, дальше Ирландия, Австралия, везде. Это Господь позволил так. И ведь я одновременно вёл занятия в пяти университетах, пять отделов милиции, 13 школ, три радиопрограммы. И поэтому большой, огромный материал. Я отвечал на вопросы. И на нашем сайте, вот если во свете Библии, но не YouTube, а сайт. Через Google найдёте сайт Игнатия Лапкина. И там я отвечаю сайт. Те же самые слова Игнатия Лапкина, сети Библии. Я там отвечаю на 4124 вопроса, разбитых на 55 папок. Политика, экономика, социология, которые я отвечал по радио и в институтах, в университетах. Вам будет очень интересно. Каждый вопрос отвечает, что об этом говорит Библия. Библия, видели какая. Что говорят святые отцы по трологии имени, это 300 томов. Что говорят жития святых, 1173 биографии. И что об этом говорят каноны, 719 правил. А иногда студентам я говорил, вот отвечать месяц буду. Вот по четырём параметрам. И плюс, что сказали по этому вопросу, что вы задаёте. 300 поэтов в России за 300 лет. Это 20 тысяч файлов нужно было крутить. Это 26 том. Каждый том, 752 страницы. Вам такого сокровища нету нигде. Последние четыре тома у меня, это стихи, по 800 страниц каждый том. 3460 стихотворений, в котором в каждом 36 строчек. 9 куплетов. И напротив строчки ещё выказывается Библия, какая книга, глава и стих, откуда взята мысль. Библию нужно открыть 36 раз. Ничего себе. Вот это да. Это вам будет очень интересно услышать это. А, да, да. А в Красноярске, в вашей центральной библиотеке, все мои книги. В центральной библиотеке? Ну-ка, конечно. Вот в Москве от библиотеки Ленина, исторической и парламентской, в трёх. О-о-о. Вот это да. Да, вы... Да, маль. Вам будет очень интересно, потому что книги эти, они как бы в пророческом духе написаны. И что ожидает? Вот мы точно знаем, как события будут развиваться в мире. Дальше. Вот что будет? А что будет дальше? Мы смело можем отвечать. А вы сейчас можете сказать? Конечно. Москва сгорит в один час. Откровение 17-18 глава. Советские войска двинутся на юг. Все до одного погибнут. А калерусалима. Денежная система исчезнет, границы сотрутся. Будет один правитель над всем миром. Столица мира будет в Иерусалиме. Над всем миром будет еврей. Из колена данного. И правление его будет 42 месяца, то есть 3,5 года. И тогда приходит Христос, всеобщее воскресение. О чём писал Лермонтов. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен звону злато. И мысли, и дела он знает наперёд. Ух ты! Что творится-то? Вот мы строим православную деревню, а 21 тысячи деревень исчезли, никому дело не надо. На старинных, благочестивых, христианских, русских обычаях. У нас человек должен доказать, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый раз разговариваем. Хорошо, да. Заманчиво, заманчиво. Но, наверное, надо уломаться. Это Господь делает, человеку-то не подсильно. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь. Я его начальник 45 лет. 45! Без помощи государства. Тысячи детей подняли. И всё это никто копейки не получал нигде. И вот 28 лет деревню строим, дороги сами, пруды восстанавливаем, столбы ставим. Всё своими силами. Государство ни рубля не вложило, не считая школа. Это учителя получают. У нас государственная школа, храм построили. Всё своими силами. Да. Нет, первых слов нет. Ну, Бог это делает, Бог. Я вот после освобождения, последний раз освободился в 87-м году. И 18 лет сотрудничал с тюрьмою. А все знают, что я каторжник, за слово Божие. Я не преступник, реабилитированный. И мы туда всё заносим, что разрешено. Так они освобождаются, стараются меня найти и отблагодарить. Я знаю, о чём он думает, почему. Я каторжник сам. Я в пяти тюрьмах сидел. О-о-о. Да, 26 лет у меня мучения позади. От психиатрии, от всего. И меня вымораживали, выворачивали. И я вот через 4 дня будет 80 лет. Я ещё ни одной таблетки не съел. О-о-о. О-о. Это от Бога. От Бога, да. А вы бритву выбросьте. Не будьте второй мамой в доме. Не будьте подкаблучником. Зачем вам без бороды? Борода – это моя власть, данная Богом. Женщина должна бояться мужа и любить его. Не, ну как-то я привык уже. Э, нет. Привык. Одна, говорит, привычка. Знаете, говорит. Это мало что привычки. Она, говорит, в дверь выгонишь, в окно лезет. А ты человек с совестью. Отруби ей. Больше этого не будет. Да, в остальном тебе надо. Кто у меня, да, следствие вёл. Следователь обратился. Принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Военный следователь КГБ стал священником. Привезли показать еврея. Он стал сейчас батюшкой с православным. Мусульмане крестятся, приезжают. Это Бог даёт власть. Сил. Прям не знаю, что сказать даже. А что говори-то? Заходи на наш Ютуб. Питайся. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А потом поставьте слово сайт. Зайдёте на сайт. И вы меня, если пожелаете найти. Но я уезжаю сейчас в деревню. Только 10 октября вернусь. Если Господь позволит. То зарядите Игнатий Лапкин по скайпу. Вы можете тогда поговорить. Я вам сразу скину все наши ресурсы. Форум. Мой мир. В моём мире у меня 22 тысячи фотографий наших. Мы работаем здесь. Вот я сегодня встал 3.20. И уже не ложимся. Меня лежащего днём жена не видела за 50 лет. Ни разу. Никогда. Только если сильно уже никак. Тогда на диване. Не диванов нету. На стулья откинуться. И там минут 15-20. От всего отключиться. Ага. Ну да. Ну вообще. Поражается просто. Это Бог делает. То что поражается? Поражается величию Божьей. А не человеческой немощи. Человеку это нельзя сделать. У меня на сон уходило в это время 2,5 часа в сутки. А уже меньше убивать. Я хотел ещё меньше спать. Уже организм перестал. Захлёбываться начал. Ну. Хорошо. Надо работать. Работать. И Господь благословляет. Работать, говорите? Ну я уже не хочу работать. Я на пенсии. Всё. Вы на пенсии. У вас какая пенсия-то? У меня 14 лет. А у меня 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. За 35 лет трудового стажа на стройке. А 8 тысяч. Чего вы не понимаете? И ни разу голодный не был. Ни разу голодный не ложился спать. У меня всё есть. Вот я утром встал сегодня. Сорвал там листья, лопухи. Это. Репья. Одуванчика. Щавеля листик один. Ага. Такая двудомная крапива. И тут у меня загороженный чеснок. Эти перышки где-то. Мелко нарезал. А эта картошка вот такая вот мелкенькая. А большая, которая там помочь кому-то. А эту отдельно сварил. Очистил её. А теперь воду, которую слил, отстоялась маленькая. Туда овсянки, кружку и рожки. А теперь картошку, которую очистил мелкенькую. Я её истолок. А теперь всё смешал. Сверху растительного масла. Всё. Я ни рубля не плащу за это. Понятно. Короче, вы вегетарианец. Вы не едите мясо. Да, мясо в рот не беру. Никогда нет. И алкоголя, ни пива, ни брашки. Ничего нет. Ни грамма. Мы за сухой закон. Вот у меня всё подарено. Вот подарили такой телефон. И я не звоню. Только кто мне звонит. У меня не на что звонить. И непрерывно проходит какое-то время. Какой-то человек, один или не один, сбрасывает деньги. Я два раза в год отдаю многодетным, чтобы сняли деньги. По тысячам, по семь, по десять накидывается. И по сей день не могу узнать. Кричу, не делайте этого, не делайте. Бесполезное дело. Потому что деньги отсюда снять, приходится платить деньги большие. А у меня есть счёт, который там, когда книги покупают, у меня там где-то, я не знаю, сколько, процентов 20 от всех книг, которые я могу ещё продать. А остальные подарок, подарок сделанный. Хорошо. Это Господь делает, это Бога прославляем. Человеку это невозможно. Главное наше оружие – это сотница. Сотница? А что она делает? Молимся, сто поклонов. Это сотница, сто. Перебирать, вот щётки называются, бабышки. И семь раз, вот один раз, три святой, сто поклонов, это один раз. И во время дня семь раз становимся на молитву. Прославляем Бога. Ага. Ну, слушайте, а сколько времени надо для этого, чтобы прославлять? Семь минут. Семь минут? Семь минут умножь на семь. Не больше часа, часа в день. Так у меня весь настрой-то какой? Я не сам, я Богу доверяюсь. Он ведёт меня такими путями, где я бы не прошёл. Нельзя пройти там. Вот у меня есть стихотворение одно. Вы любите стихи? Да. А вот послушайте, одно стихотворение. У меня 86 стихотворений на музыку положено, они поются. Ага. Называется так. Примерь к себе своим воображением всё то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Семь хищника меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожёг в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступени распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. Исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, моё убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мёд, акриды. А штаб квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошёл. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд следы. Считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле. Застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Сейчас звоним. Сейчас. Ага. Да. Алло. Да. Ага. Ага. Так, приходится уходить. Время нет уже. Всё на этом. Благословен Господь. Так, я ухожу. Угу. А я в скайпе. Да, идите, идите. Ну, до свидания. Всё, до свидания. Давай, давай. Я зайду к вам. Да, давайте. Держи. Смотрите.